Дант Майдана в Вашингтоне обошел почти все этажи американской власти. Двери иногда открывались автоматически, не ему, но Андрей Порубий этого не замечал. Это остановка в Национальном демократическом институте, который четверть века выделяет Украине гранты на развитие демократии. Но Порубию этого уже мало. Он приехал за арсеналами демократии, как любит выражаться один сенатор русофоб. Нам потребна пятымка. Нам нужна помощь нелетальная и летальная. И надеюсь, что мы ее получим, что это политическое решение будет принято. Порубий то и дело смотрит на часы, торопится на встречи с людьми из Госдепартамента и Пентагона. Вопросы из зала не предусмотрены. Тем более про оружие, которое появилось на подконтрольном ему Майдане год назад. Кто были эти люди? У Вас есть ответ? Вы же контролируете территорию. Так, мы смотрели с территорией Коза Майдана. И это были снайперы российские, это был спецназ ФСБ. И сегодня для того есть в державе Украины достаточно фактов. Обвинения, как всегда, голословные. А вот видеофакт. Год назад из гостиницы Днепр, что в самом центре Киева, на Крещатике, выходят люди в камуфляже и с подозрительными чехлами в руках. В действительности это оружейные кофры итальянской фирмы Негрини. Идеально подходят, например, вот для такой винтовки с оптическим прицелом. Человек на заднем плане, внимательно следящий за эвакуацией этих людей, Андрей Порубий. Я не разговариваю с российским телевидением, потому что это агитационный аппарат пропаганды. Профессор Андерс Аслунд из института Петерсона, выступавший после Порубия, отказывается поделиться с нами своими рецептами возрождения, которые только что выписывал украиноговорящим СМИ. В начале 90-х Аслунд консультировал правительство России, теперь дает советы Киеву. Такие консультанты уже насоветовали Украине брать курс на отказ от российского газа и даже ядерного топлива, заменив его на американское, компанией Вестингаус. При том, что реакторы на Украине советские, многие эксперты видят в смене поставщика огромный риск. Впрочем, уже случившаяся катастрофа в украинской экономике, раздавленной войной, не останавливает. В представительском авто посла Украины Порубий продолжил тур по Вашингтону. Заехал на Капитолийский холм, там встретился с Маккейном и со спикером Нижней палаты Конгресса Бейнером. Потом завернул на Си-стрит в Госдепартамент на переговоры к заместителю госсекретаря Виктории Нуланд. Обосновал необходимость поставок оружия. Украине необходимо знать, поддерживает нас мир или мы одни. Как сказала Нуланд, время действовать. Почему мы бездействуем, восклицали в Конгрессе. Что делать, спрашивали у госсекретаря Джона Керри. Тот призадумался. Не думаю, что кто-то в этом комитете полагает, что Америка должна отправить на Украину 101-ю воздушно-штурмовую дивизию, или 82-ю, или что-то еще побольше. Думаю, все понимают. Сейчас время для умной политики. Но законодателям понятнее сила. И вот перед Конгрессом уже военные и разведка. На разных слушаниях отчитываются на одну и ту же тему. Генерал Бридлов, если мы вооружим Украину, что сделает Россия? Конгрессмен, это хороший вопрос. Мы как раз усиленно пытаемся найти на него ответ. Очевидно, мы не знаем, что дальше сделает господин Путин. Фамилии украинских лидеров сенаторы не запоминают. Видимо, незачем. Яцицук и Порошенко были воодушевлены во время выборов. Оба из разных, но продемократических партий. Впервые за 96 лет коммунисты не получили ни одного места в Раде. Для меня это был знак, что проблем с поставкой нашего оружия быть не должно. Но летальное оружие не может быть доставлено достаточно быстро и изменить расстановку сил. Это противоречит логике генералу. Я знаю, как поставить оружие быстро, загрузить самолет и отправить его туда. Сенатор, мне кажется, мой ответ был. Мы не можем доставить летальную помощь достаточно быстро, чтобы изменить баланс военных сил в зоне конфликта. Пробным шаром стала поставка на Украину американских радаров TPQ-48, которые засекают координаты минометных точек и предупреждают о летящих снарядах за 20 секунд. Достаточное время, чтобы укрыться. Как минимум, одна из этих установок в итоге была захвачена ополченцами. По данным газеты Wall Street Journal, американцы делились с украинцами и некоторыми данными со своих спутников-шпионов. Но к военным успехам это тоже не привело. То, что обсуждается сейчас, это прямые демонстративные поставки вооружений на внушительную сумму в 1 миллиард долларов. И даже возможный отказ Белого дома от этой идеи не означает, что не будет скрытой военной помощи или поставок через третьи страны. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Вести недели. Вашингтон, США.